...играет, в нее они обычно сходируют, точнее в ее ритм, в ее мотив. Ветесь закрыли, забивайте, побеждайте. Но я больше чем уверен, что у Крыльев сегодня... Именно такая установка! 1-0! Роман Баданин открывает счет в этом матче. Оставили его одного на левом фланге. Сахаринские акулы, и он расстрелял ворота гостей, открыв счет в этом матче, открыв счет домашним голам Крыльев Советов в этом сезоне. Будем сейчас смотреть повтор этого эпизода. Но разыграли Крыльев Советов в этот эпизод. Ну, естественно, болельщики сахаринских акул. Я уверен, что они тоже нас сейчас смотрят. Вот они наверняка о ней не знают, потому как Крыльев Советов с сахаринскими акулами... На моей памяти, по-моему, вообще даже ни разу не встречались в молодежной хоккейной лиге, поскольку акулы вернулись после нескольких сезонов отсутствия. Сейчас очень опасно возле ворот Крыльев и 1-1! 1-1 это... Это сахаринские акулы сравняли счет. Если в эпизоде с первой заброшенной шайбой потеряли Романа Баданина, игроки акул, то сейчас упустили игроки Крыльев Советов. Ну, мой голос нуждал Баснева. Алексей Далишнев забросил шайбу. Ну, вдвоем они играют в зоне. Станислав Баснев, Алексей Далишнев. Вот Далишнев остался один ближе к левой. Там, где ходит сайтов, левой с его стороны. Себе и турнирное положение, и построение они болельщикам перед небольшой домашней серией. Тоже улучшили. Следующие матчи после этих двух пройдут с Тайфуном. Вот сейчас очень классный момент, но в пустые-то ворота надо отправлять. Шайбу 2-1. Крыльев Советов снова выходит вперед. Поздравление, принимая передатку Шипетдинов. Впрочем, эту шайбу организовали его партнеры, Бебенкин и Буськов. Ну, Шипетдинову просто оставалось в нужное время в нужном месте оказаться и отправить шайбу уже в пустые ворота. Браво! Говорю всему этому звену. Но и Крыльев Советов вновь впереди. Как они ведут в счете. И, вновь, они чувствуют себя чуть комфортнее, чем было до этого, чем было во втором периоде после пропущенной шайбы, чем было в начале третьего периода. Ну, конечно же, потому что это первый домашний матч, и при таком количестве зрителей уступать нехорошо. А сейчас выход 1 на 1 и 2-2. Всего несколько секунд, может быть, минутку поиграли Крыльев Советов, комфортно ведя в счете, как Алексей Долишня убежал на рандеву с Денисом Поповым и оформил дубль в этом матче. Счет стал сразу же 2-2. Провалилась здесь, конечно же, оборона Крыльев Советов. Располагались оба защитника далековато от Долишня. Он был по центру, они были по краям. Выполняли роль такой свиты для Долишня. Ну и, естественно, подхватил Ермачихин шайбу. Борются там с ним два игрока Агу в углу площадки. Ждет передачу его партнера. Но в итоге шайба с Ермачихиным остается. С бэкхэнда он бросает. С лопаты А добавить. А добавить А3-2. Роман Ермачихин. Пошла игра, пошла. Пошла вода горячая, как говорится. Да, всего за меньше чем 5 минут, уже 3 гола. Видели? Ну и Роман Ермачихин, капитан команды, здесь сделал все и даже больше. Для того, чтобы забросить шайбу. Бросил с лопаты один раз, бросил второй. Второй раз. Гораздо интереснее.